Приветствую вас, Анна. На самом деле вы назвали себя Аней, вот, это немного странно я бы сказал звучит, потому что ощущение такое, будто бы вы себя воспринимаете не серьезно, такое вот ощущение, не надо никак. То есть, как будто я ребенок, да, и вот я будто бы выставляю то, что я ребенок и еще ничего не знаю на показ, а, надеюсь, что мне помог, переживая из-за того, что у реального мира и людей ко мне требования уже как ко взрослому человеку, вот, и не имею возможности отказаться от этих требований, не имею возможности сказать этим требованиям нет. То есть, я чувствую, что требования это не по мне, что я их не могу удовлетворить, пока. А отказаться от них и по факту заниматься, допустим, тем и отвечать на те вызовы и требования, на которые я реально могу и хочу, я себе не позволяю. Так это выглядит. Я думаю, вы немножечко лукавите насчет того, что ваше сердце запуталось. Ну, помимо того, что, ну, условно, сердце запутаться не может, потому что, ну, не в чем, не может запутываться. Вот, сердце, оно только чувствует, а в чувствах запутаться нельзя. То есть, чувства, они, эм, в отличии от мозга, они куда, куда более простые. И, эм, куда более честные, наверное. Только, эта честность, она как, знаете, вот, комната желания. Не знаю, вы, вот, я не помню о каком это было, о какой-то книге это было. Обычно, где, эм, была такая комната, где, куда, где человек мог догадать любое желание, оно исполнится, но не то желание, которое человек произнес, а то желание, которое у него было вот внутри. И человек не всегда осознавал какое-то, какое это желание. И оно сбывало. И иногда происходило здесь очень страшно. И вот, эм, мне думается, ну, что, что, вот эта вот история, она в какой-то степени обращает, эээ, вашу, эээ, ситуацию. Вы, эээ, также, не можете, эээ, признать, не можете признаться себе в том, что хочется вам, ээээ, сейчас, наверное, ну, немножко другого. Не того, что, ну, эээ, не того, что с вами сейчас происходит. У вас, эээ, были неудачные отношения. Ээээ, вы опасаетесь, что распадется компания друзей из-за этих отношений. Ээээ, вы чувствуете, что вы не уверены в себе, вы сомневаетесь в своей привлекательности, да? То есть это, эээ, такой этап в жизни, когда, ну, наверное, эээ, надо переотмыслить свои ценности, эээ, понять, что где-то, эээ, ценности неактуальными стали уже. И, и, вот, где-то я действую на автомате. Эээ, посмотреть на людей, а может быть, кто-то уже дружит, эээ, ну, со мной, и, там, ну, просто, вот, на, тоже на автомате, например. Ну, условно говоря. Вот. И как это все переосмыслить, как-то, вот, немножечко оптимизировать, да, эээ, свою жизнь. И себя, и свой быт, и свое окружение, и свою деятельность, и, вот. А мне кажется, что вы, вот, знаете, как, знаете, вот, ээээ, такой пример, ээээ, мне, вот, эээ, пришел в голову, вот. Эээ, идёт человек, да, ну, грубо, путешественник. Вот идёт путешественник. И путешественник, ну, он, эээ, есть, спит, там, ээээ, все естественные, как бы, процессы происходят, да, вот. Естественно, после него остаётся отходы. И вот, эээ, путешественник берёт и, эээ, складывает все отходы в сперва сумку. Потом, там, более-больший, там, мешок. Потом, там, в тележку. Потом, там, не знаю, в грузовик. Потом, там, не знаю, в цистерку, цистерку, да. И вот он всё это тащит с собой. То есть, оно, как бы, ему уже не нужно. А он всё тащит с собой. И вот вы напоминаете мне этого человека, вот этого путешественника. У вас куча-куча-куча всего, ээээ, как бы, лишит, вот, в вашем багаже. Там уже много чего не нужно, там уже много чего не актуально, там уже много чего, ээээ, как бы, совсем по-другому выглядит, да. У меня, ну, такая история, да, что, знаете, я не знаю, как сейчас, но раньше, эээ, на дисках фильмы, эээ, покупали, эээ, на рынках. Там они были, ну, пиратские. Вот. И, эээ, на таком диске было до пяти, до пяти шести фильмов. Вот. Причём, далеко не лучшего качества, надо сказать. Вот. И, вот, понимаете, когда, ээээ, мысль ускользнула, я её, эээ, сейчас постараюсь, ээээ, вернуть эту мысль. Вот, ээээ, да, вспомнил. Эээ, когда я первый раз увидел, вот, этот, ээээ, ээээ, диск с этими фильмами, ээээ, я, ээээ, ну, как бы, хотел посмотреть, там, один-два фильма. А про другие фильмы сказал, да, неинтересно вообще, что это за бред какой-то там, да, вот. И тут, ээээ, недавно мне этот диск попался, ээээ, случайно, на глаза, ну, точнее, не сам диск, а его обложка, этого диска. Попался на глаза, я увидел, там, в интернете. И, а прошло уже, ну, много времени, больше десяти лет. И, ээээ, ну, не будет ни десять лет, ну, может быть, чуть поменьше, но, ну, много, много времени прошло. И, ээээ, я увидел же, что я хочу другой фильм посмотреть, понимаете. Не вот те два, они мне неинтересны, а вот, как бы, вот новые фильмы, другие, которые я не видел тогда. О чем это говорит? Вот, ээээ, есть в вашем, в вашем багаже, то, что вы тащите с собой, что-то. Ээээ, это определенно не то, что является ненужным, но и нужным назвать это нельзя. Это говорит только о том, что вы изменились. И вам от того, вот, эээ, что лежит в багаже, стало нужно другое. Но вы не можете, ээээ, взять и повернуть то, что лежит в багаже другой стороной. Ведь то, что лежит в багаже, оно полностью зависит от вас. Но вы привыкли это видеть только, как, только с одной стороны. А с другой стороны, видеть это не привыкли. Боитесь даже, может быть, видеть, видеть. И, как бы, получается, что вы находитесь, собственно, ловушкой. Вот я, эээ, только приведу пример с агрессией. Вот если у человека, эээ, такая вот агрессивность, да, да. Эээ, ну, как бы сказать, эээ, допустим, ну, такая вот характеристика у человека, он агрессив. Ну, он может пустить эту агрессивность, вот, туда, куда пускают её большинство людей. Может на терапию пойти. А некоторые выбирают, выбирают использовать её в спорте, в борьбе, в боевых искусствах. Вот, понимаете? То есть одно и то же, но с разными, под разными углами. Выбор угла зависит от предпочтений человека. Причём на разных этапах жизни разные предпочтения одного и того же. И вот вам не просто нужно отсеять то, что вы с собой тащите сейчас. Потому что многое того, что вы говорите, это про прошлое ваше. Уже не актуально, лично не нужно. Но есть ещё и что-то, что нужно, но вы не знаете, что с этим делать. Не умейте посмотреть на это так, чтобы использовать себе во благо. Конечно, есть обиды, у вас есть боль от травмы, значит, травмы измены, травмы измены. Это тоже то, от чего вы бежите. Понимаете? То есть, как бы, вы говорите, мне вот изменили, я боюсь там, что он вот тоже мне изменит. Например, или что он там взрыва захочет победать в мир, и поэтому мне изменит, а я теперь останусь в стороне. А что это значит? Это значит, что вы своим путём не идёте. Это значит, что вы тяготеете к другому человеку, чтобы на него опереться. Что это путевал? Где? Потому что вы измены боитесь, что изменит вам человек. Покажите, он своим путём идёт, и всё, и вы остановитесь, а то и назад идёт. Ну, так как бы, может быть, как раз подумайте, а куда бы я могла сама пойти? Вне зависимости от того, с друзьями я, и с друзьями, с мужчиной я, не с мужчиной. Друзья, они будут везде, и мужчины будут тоже везде. А вы-то вы одна. Куда вы идёте? Вот, на что вам нужно обратить своё внимание. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok